у нас было две лавочки друг напротив друга папа держит кошку под шубой мы в таких огромных теплых куртках это даже не куртки это какие-то старые как покрывала мы накрывались и просто с каждой минуты услышно все сильнее и сильнее все эти взрывы и тут просто уже кажется что все это неизбежно в моменте слезы как-то ты стараешься никого на панику такую не вызывать сам уже просто не может держаться сидит мама начинает плакать а сказать-то нечего что все будет хорошо ничего сейчас же не понятно что все будет хорошо сидели просто молились и когда уже прям было слышно настолько сильно что ну уже казалось что все будто бы это у тебя под домом мы говорили насколько мы сильно любим друг друга просто обнялись и ждали момента когда когда что-то да произойдет ну благо я жива папа жив мама жива кошка тоже жива меня зовут лиза мне сейчас 18 лет я работаю учусь на втором курсе института экономика и право дома закончила музыкальную школу во время того как начну как начиналась война я заканчивала 11 класс то бишь выпускные должны были быть экзамены ну как-то все это прошло мимо нас я из города харьков прекрасный город город студентов город молодежи именно насчет музыки мне было просто интересно я хотела данным давно играть на инструменте но дальше то бишь ты либо концертмейстер в каком-то хоре и так далее в ансамбле либо ты учишь детей с детьми у меня огромные проблемы я не могу мне не хватает нервов я попробовала немного у нас то были дни когда учителя менялись с учениками я учила вот маленьких деток понял что это как-то нот да у меня есть среднем музыкальное образование но просто дальше я не пошла уже учиться там надо было заканчивать еще одно учреждение музыкальную академию это для меня очень сложно я пыталась типа во все это вникнуть там помимо того что ты играешь на на инструменте у тебя должна еще быть музыкальная теория все что с этим связано это очень тяжело это это сложнее математики вот и поэтому все таки наши пути разошлись музыкой но для меня музыка всегда это как для души мне очень это дело нравилось мы изделены все разные конкурсы это было такой большой этап 8 лет в моей жизни когда с понедельника по субботу с 3 до 8 сижу играю за инструментом но в принципе сама музыка мне очень интересно я когда слышу песню и слышу и немного глубже чем она есть на самом деле вот это успокаивало очень иногда ты сидишь возле инструмента по несколько часов у тебя все твои мысли там плохие уходят и занят вот только этим дома только есть я и инструмент я бы не хотела работать с людьми я бы хотела чтобы вот у меня было какое-то определенное задание и я его выполняла в бизнесе себя сейчас именно на данном этапе я не вижу мне кажется это это очень тяжело это большие шестеренки у меня мама и папа у них был один бизнес и он сейчас типа в принципе это как-то продолжается но это очень тяжело очень много подводных камней у папы дома были квартиры мы в принципе с них неплохо так получали пока их не стало 14 год майдан а у меня брат мой двоюродный тоже там поехал все это было мы все смотрели потели по телевизорам на тот момент я была достаточно мало чтобы что-либо понимать именно в моем городе я так ничего не ощущала потому что я как и ходила в школу таких таких ходила на мне это никак не отразилось а вот когда стали приезжать к нам ребята из луганска это я все помню у нас было четыре девочки из луганска рассказывали все события это было просто ужасно но потом через время но как-то все замялось и даже как и сейчас первое время все об этом говорили а потом уже как-то все на спад на спад на спад на спад ну я занималась своими делами у меня все думаю все мои друзья все семьи с которыми мы дружим самого детства общаются на русском языке харьков это русскоязычный город и всегда это так было если мы приезжали например на ту же западную украину то пускай там ребята общались на украинском даже иногда на украинско-польском каком-то языке никогда не было такого что почему ты на русском разговариваешь либо что-то такое нет никогда не слышала никогда меня это не касалось насчет неонацистов я такой вообще вот первый раз услышала наверное именно во время начала войны в принципе стала гуглить что это все-таки такое у нас уроки многие могли проходить на русском языке именно те теории там тоже математика нам пытались объяснять на русском у нас были русские классы в школах не во всех конечно не но они были ну после четырнадцатого года стали убирать русский язык именно как урок сам а так вывески на русском языке меню на русском языке никто не выходил с плакатами оставьте русский язык нет ничего такого не было просто объясняли что ну если ты в украине то как бы ну ты должен знать украинский язык также как и в любой другой стране если ты русский ты обязан знать русский если ты с латвии то ты латыш что ты обязан знать латышский язык и все равно на каком-то языке общаешься но ты его должен знать когда приехали в латвию это был чисто русский язык все нас понимали пускай это было с каким-то акцентом непонятным для русскоговорящего человека ну никогда не было такого почему не на украинском вы же украинцы общайтесь на украинском и такого никогда не было что я знала насчет латвии это то что есть 3 к знала что латвия была под оккупацией вот и знал что-то прибалтика а мне ничего и не надо было знать я бы я просто хотела выехать куда-то мы просто думали пересидим вот три месяца и будем ехать обратно домой я на самом деле удивилась что так много русскоязычных я думала что это вот только у нас общаются на русском и российской федерации вот ну это было даже плюсом поскольку был хоть какой-никакой connect мы могли общаться с людьми спокойно можно было сходить в магазин тот же и узнать нужную нам информацию на самом деле очень бы хотелось выучить латышский как она есть хотя бы до разговорного уровня я ходила на курсе латышского языка очень плюс-минус где-то месяц это было все дело по три раза в неделю но из графика рабочего как-то это все отошло на второй план к сожалению к большому иногда конечно были такие неприятные так скажем моментики когда я подхожу принимать заказ мне говорят что только на латышском надо принимать хотя нам сейчас на данном этапе нам разрешили разговаривать только на русском языке но многие когда узнавали что мы украинцы жали нам руки говорили извините пожалуйста но были такие случаи что а вы обязаны знать вы здесь работаете вы здесь существуете значит вы обязаны знать латышский язык моё личное мнение насчет этого всего что если например кто-то хочет общаться на русском языке пускай он на нем и общается но латышский вы ну как бы если вы родились в латвии вас латышское гражданство то латышский знать надо начало войны это был четверг я помню что у нас должна была быть фотосессия на школьный альбом выпускной класс все таки я с утра рано-рано утром просыпаюсь это около шести утра было чтобы все успеть а у нас было в телеграме общая группа там где мы с ребятами общаемся это так моя тусовочка и у нас я жила не прям центре харькова немного за городом а моя лучшая подруга живет в центре харькова и я просыпаюсь от того что мне телефон разрывается куча сообщений и первое сообщение от насти это началась война и она скидывает видео она живет многоэтажки и там видно просто как все дымится я не поверила так как у нас ничего не было слышно я обычно телевизор никогда не включаю у меня там телефон что-то youtube могу включить когда собираюсь а тут все резко переписывается что так то и так то и так то и все просто в шоке я все равно собиралась в школу и тут мы уже объявили военное положение школа закрывается все закрывается в моменте была паника потому что нам никто не говорил как на это все дело реагировать в принципе папа тоже собирался на работу мама проснулась позже всех я подбегаю к маме тоже с паникой у меня не было ни слез ничего такого при мам началась война на первое время не поверила в это все дело вот а потом сели все вместе перед телевизором начали все это слушать первым делом побежали в магазин просто ну так как как и у всех было все разные крупы там колбасы что-то дело первой необходимости надо было все это дело собрать документы вот и сидели на поготове просто ждали любых указаний потому что не было ничего слышно мы были в таких непонятках происходит это вообще не происходит тут так показывают дело но ты не веришь что этого не ощущал на сам на себе а потом научу когда уже были было слышно прилета тогда уже все поняли я всегда думала что в двадцать втором году чтобы люди боролись за свою свободу своими телами это глупо так как можно все можно все решить конфликты разговорами как оказалось нельзя и я на все это смотрю и понимаю что если вдруг харьков станет уже теперь частью российской федерации то я никогда тут не останусь я не хочу мне против мне не хочется нет нет такой свободы как это было например при украине это вот лично мое мнение мне тоже была ненависть так скажем какая-то я живу радуюсь жизни все у меня хорошо вы тут приходите нас спасаете говорить о том что вы нас спасаете от кого-то от чего-то и мне это тоже доказывают вообще левые люди которые живут просто очень далеко была такая ситуация на работе у меня первое время я пришла я маленькая мне 17 лет это моя первая работа и мне девочка говорит у меня из-за тебя парень не может выйти работать это ты в этом виновата почему ты сюда приехала она ну гораздо старше меня ей не знаю 25 26 у меня просто типа не знаю что и ответить я не хочу в принципе политические темы тут с кем-либо трогать у меня всегда было табу и но тут начинают на меня гнать я просто развернулась ушла от этого разговора я не пыталась как-то продолжать тему раз было тоже уборщица ходила по комнатам и предъявила нам почему у нас теперь масло стоит семь евро вы видели как у нас цены выросли а вы тут живете на бесплатном ну тоже мы все это дело послушали послушали выслушали ну ничего как-то даже не отвечали потому что это бессмысленно собирали вещи были в недоумении полным мы не знали что будут ночью мы старались по днем ночью было спать невозможно потому что обычно ночью были все прилеты это было как прилеты так и отлеты но мы же не понимаем что это на самом-то деле телефон и связь это жуть это почти ничего не работает первое время каждую ночь буквально с 11 до 4 утра слышишь воздушную тревогу идешь в подвал в подвале холодно мы еще с кошкой постоянно бегали кошка тоже там воротилась как-никак это каждый раз вещи надо туда сюда потому что это документы в подвале очень влажно было после окончания воздушной тревоги надо еще хотя бы часа 3 было просидеть в подвале чтобы успокоиться потому что ты выходишь на вуль на улицу ты просто вот такой вот не воспринимаешь все как она есть на самом деле мы очень долго думали уехать точнее меня мама думала просто вывести из страны но я всегда была против игру нет я хочу остаться у нас же сейчас все нормально видишь у нас дом стоит значит мы можем принципе жить а вот если не будут типа дома значит придется выезжать и после ситуации с бучей то что произошло под киевом папа сказал все то вы выезжаете я не хочу ничего слышать это больше как был выбор папы это папа нас уговорил выехать люди стали очень сильно выезжать были переполнены все все поезда у нас в одном купе я могла ехать по 16 человек 4 собаки по итогу мы сначала приехали в польшу я очень устала я была вымотана на все стоп очень попросилась чтобы просто где-то хотя бы переночевать не знаю дайте мне гамак я на нем посплю хотя бы нас какой-то ближайший центр кинули мы там жили буквально неделю но это такой большой павильон это как склады больше были все эти раскладушки и в одном таком павильоне жило 4000 человек со всеми волонтерами в основном мы общались на русском когда были в польше то это украинско-польско-английский чтобы просто друг друга понять все в один момент начали болеть мы поняли что надо куда-то двигаться дальше просто подошли к волонтерам спросили где бы можно было бы вот куда нибудь уехать либо начать уже работает либо документы оформлять нам сказали так то и так то есть возможность в латвию приехали мы в ригу позвенили тоже волонтером нам сказали типа вот в резак на а мы приехали уже достаточно поздно было ничего нигде не ходит мы зашли в ближайший какой-то там магазинчик нам очень помог один молодой человек он дал мне карту бесплатно мобильную кто говорит вы держитесь мы спросили просто где здесь вокзал хотя бы на вокзале переночевать он созвонился с каким-то молодым человеком и нам он объяснил что вот едете туда-то туда-то нас на автовокзале в риге забрали и мы поехали в резак на когда мы приехали в резак на нас поселили в отель лат гола тоже вроде бы называется если я не ошибаюсь вот и там мы жили три месяца для меня это было такая как испытание я заканчивала школу меня были экзамены не получалось ни с работы не друзей я там себе не нашла за это время а город очень маленькие там развлечений в принципе для меня не было мама видела что вот я в таком достаточно подавленном состоянии был момент мы заказали уже билеты домой и в этот же день у нас прямо возле моего дома ударило ну был прилет и мы посчитали что это как знак что ехать домой не надо мы в этот же день сдали билеты обратно у нас получается заканчивалась это время три месяца когда мы жили в отеле нам сказали вот вы можете дальше жить только 450 евро мы себе такого не могли позволить мама была зарплата там 500 дай бог просто это по-хорошему и у нас здесь были знакомые наши очень хорошие и мы с ними созвонились что так то и так то есть волонтеры которые могут нам помочь казалось созвонили с ними и вот приехали сюда долга в пилс да когда мы только-только приехали он мне очень понравился как город уютненький в принципе очень добрые люди нам встретились именно здесь и именно в тот момент как мы пошли на работу весь мой мир перерывнулся просто вот так вот на 90 градусов потому что я повторяю здесь я была абсолютно одна у меня не друзей никого не знакомых сидела попросту дома а тут я пришла на работу хотя я хотела хотя бы хоть посудомойка меня возьмите пожалуйста хоть кем-то у нас наше начальство девушка тоже приехала она не из латвии будет я прекрасно понимаю давай по будем пробоваться вот и там нашла друзей в меня поверили мне дали какую-никакую ответственность за свою работу я очень рада и счастлива что именно с работой получилось так для меня это два абсолютно разных мира это абсолютно разные по менталитету люди а люди как бы это очень важно я бы не сказал что это в плохом ключе менталитета отличаются нет это просто абсолютно будто бы два разных ума так скажем вот но это все интересно было узнавать первое время чё тут да как культурные особенности здесь обычно праздновать все праздники в очень узком кругу по семейному это выехать где-то из города просто провести максимально уютное время друг с другом то бишь на лига ты можешь идти по ригас и ты не встретишь ни человека все находятся за городом на самом деле я уже настроила планов когда была дома все мои планы разрушились в один момент поэтому каких-либо глобальных планов я не строю но пока я работаю пока нахожусь в латвии я хочу выучить латышский язык я не знаю насколько долго будет мое пребывание именно здесь возможно это будет не долго в пласть возможно это будет рика а возможно это будет вообще другая страна я сейчас вообще без понятия как завертится закрутиться моя жизнь но мне здесь в принципе нравится комфорт есть стабильность пока я работаю пока учусь пока я живу камни с места проживания у меня есть некая стабильность сейчас мое мнение насчет других людей формируются от их действий они от того какой они нации больше так мы здесь уже как свои на здесь очень хорошо принимают мы здесь обрели новых друзей поддержку вот это очень приятно что действительно нашлись люди которые поняли поддержали я очень надеюсь что никто больше не будет в такой ситуации как у нас так получилось но я очень рада что латвия подарила таких прекрасных людей с которыми мы сейчас здесь и чувствуется эта поддержка это тепло это очень спасает как бы то ни было то есть Продолжение следует...